МРИЛ Итоги года прошлого и перспективные планы на год текущий Международный день культуры в материале моих коллег. Хотя планировать, чтобы это не было развитие культуры, можно с известной долей относительности, но все целевые запланированные показатели по итогам 2018 года были достигнуты. Одним из главных моментов стало повышение доступности культуры непосредственно в районах республики. Сразу шесть крупномасштабных фестивалей, таких как Пеледыш по РМ и другие национальные праздники, как нельзя лучше иллюстрируют неподдельный народный интерес. А если добавить сюда еще и знаковые мероприятия, посвященные году театра, а это целых 35 новых постановок, то станет ясно, что скучать жителям республики не приходилось. Тематическая выставка в Совете Федерации по-новому раскрыла республику в глазах всей страны. Усилиями региональных властей и с помощью национальных проектов новый облик обретают театры, концертные залы, библиотеки и дома культуры. В республике Мариел культура всегда развивалась очень активно, потому что у нас в крови, в крови творчества, в крови творить что-то такое прекрасное, замечательное и все время улучшать. И поэтому 18-й год, он не стал исключением, и мы сегодня говоря о 18-м, мы говорим 18-й год, это фундамент 19-го. Потому что он, причем такой плотный, любое событие, которое не вспомню ушедшего в 18-го года, это то, что дальше продолжается в 19-м. Вот эта цепочка продолжения событий, это очень важно, и поэтому мне кажется, что в этой связи это самое главное достижение культуры республики Мариел. Не подкачало и финансирование. На развитие культуры было направлено более 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Средства пойдут абсолютно на все направления культурной жизни республики. Что приятно, не осталось в стороне и молодое поколение. Детский всемарийский хор в сопровождении детского же оркестра, более 200 человек на одной сцене. Зрелище действительно завораживающее. Сюда же необходимо отнести и развитие республиканского телевидения. 24 часа вещания, в том числе и на национальном языке, достижение серьезное. Так что останавливаться на достигнутом никто не собирается. Перспектива на предстоящий год, это безусловно реализация национального проекта культура. Связано это с реконструкцией и капитальным ремонтом сельских домов культуры. Это 5 районов, я их сегодня уже перечислял. Безусловно, это реализация всего того, что должно быть реализовано в рамках празднования столетий республики Мариел. А здесь очень много у нас проектов. Просто-напросто открываешь сайт и смотришь проект за проектом, который мы реализуем. Это, безусловно, проведение Шурунджи, культурной столицы вино-угорского мира, потому что это лицо нашей республики не просто на российском уровне, но это на мировом уровне. То есть весь вино-угорский мир смотрит на нас, и как мы проведем это своего рода имидж республики. Вот это три направления очень основных, которые мы сегодня очень плотно работаем. Ну и, конечно, какой же праздник без наград? Лучшие сотрудники отрасли получили заслуженные многолетним трудом грамоты, благодарности и подарки. Среди них и лауреаты конкурсов на лучшее сельское учреждение культуры и лучшего сельского культработника. Ими стали Петьяльский сельский дом культуры Волжского района, а также Зоя Демидова, художественный руководитель Чуксалинского сельского дома культуры Новоториальского района. Так что, подводя общие итоги, работники отрасли с полным правом заверили жителей Мариел. Культурных событий впереди масса, и скучно точно никому не будет.